Шалом Афхату граждане. Я нашла тут статью, к сожалению, я не знаю автора, я не могу назвать его имя. Но я, тем не менее, хочу ее прочитать, эту статью, для тех, кто не хочет включать мозги и думать о том, что происходит не только в Израиле, как бы те злопыхатели, которые пишут гневные комментарии в сторону израильтян, которым сегодня навязали войну с газой. Просто понимаете, что по такому же сценарию идет весь мир. Украина с Россией, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армяне и так далее, Америка и так далее. То, что происходит сегодня в Европе с ислама фанатиками и так далее. Этот сценарий ждет весь мир, ребята, не только Израиль. Поэтому злопыхатели, я вам советую, вместо того, чтобы издевательски писать комментарии, просто включить голову и подумать, к чему все идет, зачем развит этот сценарий. И что вас ждет вообще. Вот глядя на нас, на израильтян, что происходит у нас, просто знайте, что ждет вас. Значит, опять-таки, я не знаю, кто автор, но я хочу это прочитать. Я сижу, держу телефон мужа какой-то. Потому что если он закроется, открыть можно очень тяжело его потом. Значит, извините за неэлперский пост. А я-то думал, почему именно сейчас у нас очередная война. Все, кто верят, что это никак не связано с законами, которые приняты в Израиле по поводу Мишка Панда, понимаете, о чем я, да? Все, кто думают, что это не связано с этим и что Кнессет к этому отношения не имеет, можете дальше не читать. Очень больно видеть, как последовательно и планомерно разрушается демократия и сама страна. И больнее всего, что всем наплевать. Простые люди не заморачиваются и разбираться не хотят в том, что происходит. И я это, в общем-то, вижу. Особенно я вижу, как ко мне приходят злопыхатели, бывшие мои одногруппники и так далее, вколоты. И гневные мне посты пишут, совершенно не желая включать при этом голову. То есть, которые привыкли жить по принципу, что СМИ сказали, то и правда. Что в газете написали, то и правду. Что Биба сказал, то и правда. Вот свято верят, как в политику партии. Значит, все знают. Я политикой не интересуюсь. Кстати, меня это тоже касается. Как вы знаете, у меня никогда на канале я не обсуждала политику от слова совсем. Вот. Но в данной ситуации просто я не могу молчать. Потому что СМИ делают все, чтобы вы не узнали, что происходит на самом деле. Я понимаю, что, скорее всего, мой голос – это глаз вопиющего в израильской пустыне. Очень немногие его услышат. Значительная часть не согласится. И никто ничего с этим не сделает. Потому что есть состояние обреченности. И даже НЛП не всегда помогает. К фактам. Вчера временная комиссия упорядочения. Вы вообще знали? Вот те, кто мне пишут гневные комментарии. Вы знали, что у нас есть временная комиссия? Вас об этом как-то оповестили? Нет. А я, поскольку я все время сижу, держу руку на пульсе и наблюдаю за принятиями законов КНЕСИТИ и так далее. Я знаю, что есть вот эта самая временная комиссия упорядочения, которая захватила власть в стране. Значит, вчера временная комиссия упорядочения КНЕСИТА внесла три предложения. Вы об этом знали? Нет. Кстати, это комиссия, которой на самом деле вообще не должно существовать. Но ее глава делает все, чтобы отложить создание обычных комиссий КНЕСИТА, утверждая, что сейчас, как всегда, не до того, да и правительства нет. Кстати, какое невероятное совпадение. Уже должно было, наконец, появиться правительство. И в тот же день начали бомбить. Вот ведь незадача. Как вы помните, мандат был отобран у Бибы Натаньягу и передан Лапиду на формирование правительства. И именно тогда, когда Лапид созвал совещание и начал формировать это самое правительство, именно в этот день начались вдруг беспорядки арабские, потому что кто-то решил выселить, значит, именно в Рамадан. Да, и тут же полыхнули беспорядки по Ирушалайму, и тут же Хамас начал бомбить Израиль. Именно в день, когда было формирование правительства. Потому что, как вы знаете, в Израиле уже сейчас вот будут пятые выборы, и уже несколько лет не могут сформировать, Биба Натаньягу не может сформировать правительство, только на основании того, что даже его, однопартийцы от него отвернулись. Как бы, да, народ требует у него, чтобы он ушел в отставку. Но нами правит он маньяк, реально, да, какой-то извращенец, я не знаю. Он всеми путями, неправдами и неправдами пытается задержаться у власти, поэтому у нас началась война, и это факт, и с этим спорить не надо. Потому что это факт, который мы видим. В тот день, когда Лапид формировал правительство, грянула война. В этот же день. И на сегодняшний день вся страна, Рак, Биби, только Биби наш герой, не подозревая, какие закулисные игры. Не подозревая, что есть правительство, которое принимает законы против граждан Израиля. Сейчас мы к этому подойдем. Значит, и, да, кстати, какое невероятное совпадение. Уже должно было, наконец, появиться правительство, и в тот же день начали бомбить. Вот ведь незадача. Но предположение, это нелегитимная комиссия, срочно проводит временная комиссия. Так вот, предположение, предложение слегка. Предложение следующее. Первое. Проект закона об ограничении судебной власти. То есть, это говорит о том, что если вы не согласны с решением суда, и вы хотите подать в богатство, в высший суд, Кнэйцет может его отменить. То есть, вы понимаете, что того, кого должны судить, просто практически засудить не смогут, если примется этот закон. Дальше. Значит, проект закона об ограничении судебной власти. Сегодня в стране существует судебная власть, которая может контролировать законодательную и исполнительную системы, признавая, что какие-то законные положения не соответствуют основным законам Израиля. Ну, например, если человек не желает быть подопытным крысом, и ему это навязывает, он может подать в суд. Но теперь хотят сделать так, чтобы ты не имел этого права. Ну, вот как девочку из Суперсаля, например, ее уволили, за то, что она не захотела палка ковыряться и так далее, и отдавать свое тело на ядовдалбливание. Так вот поэтому она подала в богатство, потому что суд Хайфы приговорил ей выплатить штраф Суперсалю, в который я не хожу больше ни ногой, карету мне, карету. Да, так вот она пошла в богатство. Власть Кнесета хочет забрать эту возможность. То есть нарушили закон, с хуёта дамбы Харутона, например, и ты не будешь иметь права подать в богатство. Так вот, по новому закону Кнесет может принимать любые законы, даже без прослушания, просто Кнесет решил, приняли, все. И раньше можно было подать суд на какие-то законы, то сегодня ты не сможешь этого сделать, потому что вы это знали, теперь вы будете знать. Так вот, по новому закону Кнесет может принимать любые законы, противоречащие основным законам страны. Например, закон о свободе и достоинства человека. Квота дамбы Харутона, например, да. И суд не может отменить такой закон. Если нарушается ваша свобода и достоинства, да, и суд постановил, что вам ничего не причитается, значит, вы не можете... Суд не может отменить такой закон. Кстати, закон о Плапапанде и постановление правительства на его основе на данный момент противоречит основному закону, и сейчас есть много ициков богатств на эту тему, и они хотят это отменить. Вам не кажется это странным, граждане Абдолбыши? Вам не кажется, которые приходят мне гневные в комментарии писать, поскольку я Бибу называю нацистом, потому что то, что он вводит в какую систему в стране, это диктатура, это прощая демократия. Это диктатура и это нацизм по отношению к гражданам. Единственным органом, кто может ограничить такой принятый нашими законодателями закон, будет не просто богатств, а только если все судьи богатства, не три, как обычно бывает на его заседаниях, а все единогласно проголосуют за его отмену. То есть, это же из области фантастики. Это конец какого-либо минимального контроля к НЭС, это и правительство. Например, если завтра КНЭС примет закон о том, что ваши дети даже в роддоме будут вдолбокалываться, вы понимаете, да, от слишком страшной хрени, которую навязали всего миру насильно, а их родители в наручниках, то даже богатств не сможет этот закон отменить. То есть, это получается концлагерь. Это не просто конец демократии, это продвинутая стадия диктатуры. Источник у меня есть. Всем, кто захочет получить первоисточник, то есть, то, что в КНЭС-эте было, на сайте КНЭС-эта, пожалуйста, обращайтесь ко мне в Телеграме, меня очень просто найти. И также у меня есть группа, которая называется здраво-мыслящие.израиль. Да, и я вам с удовольствием перешлю эту статью, и вы можете прочитать этот закон о первоисточнике. Понимаете? Что они могут принять закон, что даже дети, только рожденные, будут вдолбовкалыванные, да, без воли родителей, и также родители в наручниках будут вдолбовкалыванные, да, если не хотят. И никто не сможет отменить этот закон, потому что его принял КНЭС-эк, и никакой богатств, ничего никто не сможет отменить. Скажите, вот извилины у вас шевелятся там, кролики, я к вам обращаюсь. Это не нацизм в чистом виде? А кто этот нацизм устроил? Я? Мой сосед? Кто? Второе. Два. Добавили под шумок еще дополнительные ограничения на выезд из страны из-за страшной и ужасной, вы же понимаете, разгуливающего медведя по кличке Панда. Да? Выезд из страны запретили, причем здесь выезжающие? Мне не дано понять, они-то как могут кого-то подвергнуть опасности. Баба с возу, как говорится, кобыли вечен, легче, но пусть знают наших. То есть пока не вдолбился, ты не можешь выехать из страны. Третье. И совсем уж под шумок маски, и бедут, бедут это ограничение, то есть лох-даун. Лох-даун, да? Теперь не будут частью ЧП, это не будет частью, это будет наша повседневная жизнь. То есть можно это теперь делать и без объявления оонного. То есть всегда, по первому желанию правительства и пододобрения, пододобрение 10 из 120 хавроекнесета. То есть теперь законы принимаются не большинством, достаточно 10 человек, чтобы закон прошел. И вот эти вот лох-дауны, это не будет больше, потому что чрезвычайное, не чрезвычайное. Кстати, вы знаете, что чрезвычайное продлили у нас до 22 марта, до 22 года. Если сегодня мы все такие счастливо-здоровые, почему нас тогда ограничили до 22 мая? Что у нас ЧП? Где ЧП? Включайте же уже голову. Значит, третье, еще раз повторю, и совсем уж под шумок, намордники и бедут, то есть лох-даун, теперь будут частью ЧП. То есть можно это теперь делать и без всякого объявления такового. То есть всегда по первому желанию правительства и под одобрение 10 из 120. И это было принято. Вы понимаете, что это было принято? Это, блин, было принято. Потому что страну бомбят. Три закона вместе отложены на самый вечер, когда все уже с трудом соображают. Большая часть разошлись. И 10 человек всего было. Но на всякий случай нашлись, нашли силовики, подогрели сектор газа, чтобы уж точно было не до того, давайте уж все предложения примем до кучи и по домам в Мамаде. А вы об этом даже не знали. Вы об этом даже не узнали. Потому что вы не интересуете, что происходит на самом деле, какие закулисные... Вам сказали вдолбиться, а вы побежали и вдолбились. Все, и дальше вас ничего не интересует. Тем самым прописывая приговор, подписывая и детям, и нормальным людям. Да? То есть это седер улами. Новый мировой порядок. Вы под него подгонялись большая часть. Тем самым подписав приговор. Дальше. Ну, или если особо дотошно, типа меня все же узнают о продвижении этих законов, то пусть их внимание будет отвлечено сначала Мироном, гора Мирон, где убили 45 евреев. Теперь это очевидно, что их убили. Потому что, как я говорила, входы оказались закрыты, чтобы люди не могли выбраться. До этого вывентили камеры за день до этого. За день до этого построили заборы с двух сторон, чтобы организовать узкий проход, где люди начали давить друг друга. Там были еще моменты, да, что должен был быть упасть громадный вентилятор, трупов было бы намного больше. Вот. Это было все спланировано, и все это понимают. И мы видим на кадрах, как полицейские держат толпу, держат, чтобы она не могла выйти в выход. И религиозные начали своими руками выламывать этот забор, пытаясь спастись. И мы это видели. Сегодня, как вы знаете, в Израиле у меня вчера рухнула трибуна. И это тоже было не просто так. Бьют по религиозным, потому что они первые оказали сопротивление, потому что понимали, что происходит. Значит, ну и если особо дотошно, типа, меня все же узнают о принятых законах под шумок, под войну три закона, отменяя любую власть, навязывая диктатуру Кнессета, то все внимание будет отвлечено. Сначала номерон, полицию поставим на выходе, не выпустим погибающих людей, пустим дополнительные поезда. Кстати, пустили дополнительные поезда, чтобы больше людей попало на гору Мирон, на празднование Лак-Бе-Омир. Чтобы их там было по 200 тысяч, чтобы уже с гарантией. А если и это забылось, то ракеты из газа точно отвлекут от такой мелочи, как диктаторские законы. А теперь включайте кролики мозги и думайте, кто это все сделал. Это сделал человек, который любыми правдами и неправдами пытается удержаться у власти по одной простой причине. Если он не удержится у власти, то его посодят надолго. И он это понимает, и трезвомыслящие люди здравомыслящие понимают, и люди думающие понимают, и люди, которые начали разбираться во всем и следить за каждым заседанием КНЕСЭТа. За каждым заседанием. Вы, например, кролики, не знаете, что в КНЕСЭТе за пять минут до захода шабата принимались законы о локдауне. И принимали их всего три человека. Три. А у нас в КНЕСЭТе 120 человек. То есть они нарушают все законы. То есть это получается, что не демократия, потому что демократические выборы это когда 120 человек голосуют. В общем-то, те депутаты, которым мы платим зарплату, они должны работать на нас. Вместо этого они вообще никакие функции не оставляют, не исполняют. Они просто делают то, что им хочется Бибы. И, кстати, я на своем канале, который еще висит, в гостях у тети Суры, там есть маленький такой ролик, когда Биба Натаньягу своим ртом говорит Харидим, то есть религиозный, будут делать то, что я хочу. Эти будут голосовать то, что я хочу. И все будут делать то, что я хочу. То есть это реально диктатор-маньяк. И еще один момент. Как выяснилось, раскопали журналисты, что оказывается Ликут, то есть партия Натаньягу, зачем-то и почему-то платила с наших налогов зарплату депутатам, которые не прошли электоральный барьер. Зачем? Чтобы подстраховать свою сраку. На выборах. То есть им платили охрану, содержание, зарплату за наши налоги. То есть чтобы вы понимали, зарплата депутата 50 тысяч шекелей плюс-минус. Сколько это в месяц еще охрана? Сколько это плюс-минус один депутат нам обходится государству где-то в 115-120 тысяч шекелей в месяц. В месяц. А он содержал таких 19 штук чурок бесполезных, которые не прошли электоральный барьер. А теперь посчитайте, сколько мы им заплатили. А теперь скажите мне, это ВБМ, ты до сих пор видите шоу Рак Биби, только Биби и больше никто. Сейчас он опять на коне, потому что вы, тупые овцы, даете ему власть. Потому что вы ходите и везде кричите Рак Биби. И вы за него голосуете. Если меня кто-то еще, какая-то тварь, посмеет упрекнуть, что я за него голосовала с 96-го года, извиняюсь, за него голосовало абсолютное большинство в Израиле, потому что мы не знали закулисных игр. Но для того, дан человеку мозг, чтобы переоценивать, переосмысливать ситуацию, копаться, находить истину, следить за Хеврой Кнес, какие бесчинства они творят, как они меняют законы, как они подменяют страну и продают всех на опыты, для того, чтобы понять, что происходит на самом деле. Идет переделка. Нет, не власти, вы не поняли. Мира. Не только у нас в Израиле, а во всем мире. Вот этот сценарий будет разыгран везде. Как только где-то какой-то народ будет сопротивляться и возмущаться. Сегодня, например, в Германии прокатились мусульманские погромы тоже. Например. И так далее. У вас будет разыгрываться такой же сценарий. Не просто так в Европу запустали столько мусликов. Не просто так. Для того, чтобы было противостояние, чтобы в любой момент можно было поджечь спичку. Сегодня, например, когда наканилась обстановка с муслимами по всему миру, Меркель и еще политики вывесили израильские флаги. Вы же понимаете, что-то взбесило муслимов. И вы же понимаете, что поджигают уже и там. Понимаете? Да, зачем? Потому что игловдалбывание, вдалбывание, вдалбывание. Вот что им надо. Это седру, ламея, хадаш. Это новый мировой порядок. Людей будут травить друг на друга и под этот шумок будут перекраивать весь мир. А конечная общая цель, ребята, это утилизация. Семи миллиардов. Это конечная цель. И судя по тому бесчинству, которое творится в нашей стране, мы все нормальные люди. К сожалению, нормальных всегда было меньшинство. Всегда абсолютное меньшинство. Но именно они выживали. Каждый, кто пошел на поводу седру, ламея, не надейтесь, что вас очень беспокоятся о вашем состоянии, физическом и душевном, прям сильно беспокоятся. То есть люди, которые вас всю жизнь грабили, которые вас загоняли в такие рамки, что вам нужно было пахать, и чтобы вы имели, чтобы вы жили от зарплаты до зарплаты. То есть те, кто держали вас в рамсе, вдруг сильно обеспокоились в вашем душевном, физическом состоянии. Вы что, серьезно в это верите? Вы действительно в это верите? Вы помните, я на своем канале три года назад, два года назад, год назад в последних роликах кричала вам, ребята, лодка отчаливает от берега, и она уже очень далеко, и вы не представляете, что будет дальше. Это еще я говорила тогда, когда я не очень понимала, то есть я понимала, что какая-то движуха идет, и мир не будет прежним, и я тоже говорила, но я просто не знала, что так резко они развернут оглоблю. Я просто не понимала, что так резко они начнут уничтожать. Я не понимала этого. На меня это нашло вот как лавина. А потом я открыла Писание и просто начала сравнивать с тем, что происходит, и то, что говорили пророки, и то, что написано Бет-ура, и что начнется все с Исраэля, и в общем-то с Исраэля все и началось, как Тора нам и обещала три с половиной тысячи лет назад, да, и как Эйсав объединится с Ишмаэлем, что у нас тут Путин сказал, что мы нарушаем их интересы, границы российские мы нарушаем, мы израильтяне, и он стоит на наших границах, и с кем он объединился, а он абсолютно Эйсав, абсолютно Эйсав. С кем он объедился? С Ишмаэлем. Что было в Торе написано? Эйсав объединится с Ишмаэлем и пойдет против Исраэля. Мы это видим, мы это видим. Сбывается все, абсолютно все. И просто понимаете, что сейчас идет тотальная чистка человечества, и тот, кто не хочет пасть под этот маховик, просто начинайте понимать, что нужно действовать right now, right here. просто понимаете это. Вот я не хочу записывать большие ролики, потому что они долго очень грузятся, я хочу, чтобы эта информация дошла, и чтобы быстро это распространили, чтобы в любой момент, как вы понимаете, этот канал могут грохнуть. У меня есть резервный канал, на который я сегодня загружу тоже видео, но тот канал я хочу оставить чисто для, что касается Яадут, то есть Тора, предсказания, пророчества, разбор всяких моментов и так далее из наших писаний, я вам скажу, меня удивляет, что люди меня просят именно вот эти темы озвучивать, все, что касается Торы. Я вообще не планировала открывать свой канал изначально, три года назад, ради того, чтобы преподавать Тору или преподавать писание, меня как-то люди к этому привели сами, вот, оно как-то само по себе пошло, я не думала, что я преподаватель какой-то такой прям сильный, потому что есть люди, раввины, очень замечательные, шикарные, всегда их рекламируют, вот, но люди просят, хотят слушать именно то, что говорю я, поэтому тот канал я буду держать только для целей именно наше писание, пророчество и так далее. Канал называется Сура Смолер 3, вот, ссылку я поставлю в сообщении, под этим роликом в сообщении первая ссылка будет закрепленная, вы можете по ней перейти на мой канал. Вот, для сегодня, я начну с того, что я опять-таки, я хочу в эту лодку, которая уже очень далеко от берега, посадить еще души, 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 потому что те, кто погряз в материализме, не выживут. Кстати, кролики, что они побежали-то? Потому что материализм, кафе им надо, пабы им надо, рестораны, гулять, летать, отдыхать, материализм, и только трезвомыслящие, здравомыслящие люди позаботились о душе, а не о туловище, которое, кстати сказать, не вечное, да, оно имеет тенденцию умирать. Вот, Китсур, здесь пока не слили, распространяйте вот эту информацию, чтобы понимали, этот же сценарий будет разыграться во всех странах. И, пожалуйста, как мы вот израильтяне сидим и смотрим за каждым заседанием КНЕСЭТа, и мы понимаем, знаем, какие законы, опять-таки, предупрежден, вооружен, точно так же и вы следите за этим, и не дайте вас стравить. Не дайте вас стравить. Вот. Зоу, тударабах, шелу, יאללה ביי.